Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Юлия Головина и Ирина Кузовникова, наши рязанские пляжные волейболистки. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы недавно победили в открытом чемпионате Тамбовской области. Когда он проходил, расскажите, какая была игра, сколько дней вы там были? Проходил он на прошлой неделе, это были числа 5 и 7 августа. Это была территория закрытого база отдыха Голдын в Тамбовской области. Проходил он два дня, суббота и воскресенье мы приехали. С субботы начали играть в квалификацию, то есть групповый турнир. В воскресенье полуфиналы и финалы. Пар у нас было 13, с разных городов. Это и Тамбов очень много было пар, Питер, Зеленоград Московской области, Рязань, Десногорск, Смоленск. Я даже не могу вспомнить всех. В финале вы с кем были? С Питером. Играли с Питером, девочки из Питера были. Очень достойная пара. Очень хороший финал получился, интересный. Девочки были ничем не хуже остальных. Поэтому борьба была такая интересная достаточно. Нам не очень легко было в финале. Ну вот кто из вас какую роль, скажи мне, выполняет на площадке? Кто чем занимается? Я в основном на блоке, а Юля в защите, получается. Такие роли у нас в основном. Бывает, Юля поставит блок. Ну а почему именно так? Ну, в зависимости от роста самой самой. То есть у меня рост выше, больше вероятность поставить блок. А Юля, получается, в защите более скомпонована. То есть физическими данными обоснованно. Там в защите она падает, наверное, часто, нет? Они же там летают за мячами, да? Да, в защите приходится много бегать. Но мне интересно, говорит, в защите. Интереснее, чем на сетке. Мне вообще интересно. Скажите, а вот отличие принципиальное пляжного волейбола от обычного? Назовите, может быть, поля разные или какие-то правила другие? Ну да. Как отличаются, да. Различий много. Хотя бы то, что два против двоих играют. А в классике 6 на 6 играют. То есть больше индивидуальности, больше человек на себя принимает ответственности. Больше ответственности берет, да. Там размер площадки также. В пляжном меньше на метр площадки, чем в классическом. Покрытие, да. То есть мы пляжным играем на песке, на открытом небе, там, да, в открытом пространстве, нежели в классике, в спортзалах, как бы на твердом покрытии. То есть по песку тяжелее бегать и погодные условия могут еще подкачать. Ну да, мы играем в любые погодные условия. То есть игра может прекратиться, если будет гроза и молния. То есть дождик, ветер не имеет значения, судья продолжает свистеть, и мы продолжаем играть. Солнце не мешает? В очках играем. Ну есть такое, да. Там кто-то в кепках, кто как справляется. Скажите, а в Рязани вы где тренируетесь? Вот, например, зимой у нас же так на улице особо не поиграешь, не побегаешь. Мы переходим на классику, у нас нет таких возможностей. Бывают в каких-то городах закрытые пляжные корты? Ну, это слишком шикарно. Да, нам бы хотелось, чтобы нам тоже построили такой комплекс. Все, мы логисты мечтают. Да, пляжников в Рязани достаточно много, достаточно талантливых. И мужская пара, которая участвует тоже на всероссийских соревнованиях. И еще у нас есть одна женская пара, которая тоже достойно выступает на уровне России. А тренироваться возможности зимой, кроме спортзалов, у нас нет. Часто едешь и обсуждается, как бы построить, взять такую на себя ответственность, предпринимательство. Кого-то привлечь, да, кого-то привлечь, чтобы там помогли. Предпринимательские жилки, есть ли есть у кого-то. То есть необходимо все-таки, да? Это очень необходимо, потому что мы приезжаем играть этапы ЦФО, этапы России. То есть там девочки выходят, которые полностью всю зиму, всю осень тренируются на песке, да, в закрытых кортах. То есть преимущество у них огромное над нами. Поэтому нам очень сложно подходить к подготовке к пляжным сезонам, потому что теплее только в мае, да, а у нас уже первые этапы в мае. То есть как бы временная подготовка достаточно очень короткая. И поэтому необходимость в таком крытом корте, она растет и растет с каждым годом. Потому что и молодые у нас спортсмены подрастают, которые тоже надо расти. Тем более, более популярны становятся вид. По поводу олимпийской сборной нашей сейчас, которая выступала на Олимпиаде, можете как-то откомментировать ситуацию? Почему же девчонки не прошли дальше? Может быть, что надо улучшить? Вообще возможно, чтобы они стали олимпийцами когда-нибудь? Ну, победителями. Вообще пара, которая поехала, очень достойна от нас. Потому что как бы лучше в России их пока нет на данный момент. И они давно держат лидирующую позицию. Даже та игра, которая была в Сочи, вот перед Олимпиадой, да, они выходили в турнир и выиграли там пару. Не помню, сейчас скажу, с кем они играли. Завоевывали эту путевку на Олимпиаду. Достойна была игра. Я считаю, что девчонкам все-таки не повезло с жеребьевкой. Потому что на первую пару они попали вообще на олимпийских чемпионок. То есть, как бы, тяжело через них пройти. Нет, они проиграли, да. Но достойно проиграли. 21-16, две партии. То есть, как бы, борьба там была. Вторую игру, честно, не помню, с кем они играли. Но, как бы, я считаю, что не повезло немножко жеребьевка. Немного было очков. Поэтому, как бы, я считаю, что у них все есть шансы. Еще четыре года. А ты как думаешь, жеребьевка? Можно потренировать. Ну, считаю, у меня не тот уровень, чтобы судить о олимпийских наших участниках. Ну, а самим хотелось бы на Олимпиаду? Ну, конечно. Вот это вообще возможно? С какого возраста надо начинать, чтобы так вот поехать играть? Ну, надо до 18 лет уже, наверное, попасть в сборную. И, то есть, заниматься именно этим только. Уже профессионально заниматься. А у вас какие планы дальше? Играю в свое удовольствие. Ну, стремимся, конечно, к высотам. А там уже... Ну, какие следующие турниры, может быть, расскажете? Где они будут проходить? Какие там призы вам вообще дают? Ну, ближайшее соревнование, на которое мы собираемся, это вот коммерческое «Король пляжа» в Москве. Сейчас очень популярно в Москве проводить. Ну, чуть ли не каждые выходные. Много всяких организаций, которые даже, получается, приходится выбирать. На одни выходные, получается, три-четыре даже турниры совпадают. То есть, одни едут на одни соревнования, другие на другие участники. Вот, «Король пляжа». Ну, мы еще ни разу там не были, но наши уже, рязанские, влюбились там, побывали, очень советовали, рекламировали, мы тоже заинтересовались. Ну, после такой победы, я думаю, у вас могут быть шансы какие-то, да? Мы надеемся. Ну, там очень много московских команд, а, то есть, они, соответственно, близки к сборной. Ну, вы вообще часто ездите на турниры? Ну, почти каждые выходные стараемся, да. Да, ну, лето начинается, все выходные мы уезжаем. Перед летом график прям расписывает тренер, куда мы, как планируем поехать. Да, ну, основная задача наша – это выступление на этапах ЦФО. В начале лета мы все этапы проходим, да, и финал. Участвуем по мере возможностей на этапах России, вот как в «Сынтолле» у нас проходил. И, соответственно, финал России, Кубок России. Поэтому основные приоритеты – это, конечно, российские соревнования, да, такой уровень более высокий. Вот, а когда уже в середине лет наступает, как бы все этапы серьезные пройдены, да, мы начинаем выезжать вот на такие турниры, на открытые чемпионаты разных областей. А на коммерческие турниры, куда там приглашают, потому что, как бы, играть хочется, и еще лето впереди, поэтому, как бы, я надеюсь, что до конца сентября мы даже еще поиграем и примем участие во многих турнирах. Как бы мы очень этого хотим, вот. А планируем, как бы, и дальше продолжать так заниматься. Сложно с нашими условиями, которые, как бы, понятно, что мы пока до сборной не дотягиваем, а потому что нет возможности достойно тренироваться, да, но, как бы, хочется выступать, и, как бы, крест мы на себе не ставим. Даже при всем этом выигрываете же. Очень возрастной от спорта, то есть, есть ветеранские потом соревнования, то есть, всю жизнь... Так и будете играть, да? Да, живи, не кучись. Да, есть спортсмены, которые приезжают, ну, там, дядечкам уже по 60 лет, и они в порядке, они хорошо выступают. Также с молодыми. Да, и, вы знаете, они, наоборот, нас подбадривают тому, чтобы не останавливаться, потому что, если они в таком возрасте, как бы, играют, то что нам, молодым, как бы, только флаг вперед и вообще за Родину играть. Спасибо вам, девушки, за то, что пришли к нам сегодня. Желаю вам дальнейших успехов в ваших турнирах следующих. Это была телепрограмма «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова